Всем приветики, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами особенное видео и особенный, я бы даже сказала, фундаментальный урок. Мистер Кот, тверди! У нас сегодня с вами окрашивание бровей, потому что многие из вас сейчас сидят дома в изоляции, на карантине, и у всех брови заросли или выцвели. И вот щипать я вам категорически не рекомендую. Мистер Кот, подтверди! А вот покрасить дома вы вполне можете самостоятельно, тем самым привести брови в форму, задать им цвет и чуть-чуть сделать более аккуратными, да? Мистер Кот, подтверди! Оттверждает! Что нам понадобится с вами? Краска, красителей много разных. Вот у нас, например, в студии мы используем такой краситель, который называется Лайкоцил. Это дорогой краситель, органическая краска, очень классного качества, не тинтует слишком сильно кожу, красиво ложатся оттенки. В общем, это тот продукт, на котором мы в студии работаем, соответственно, и оксид тоже от нее. Есть попроще варианты, может быть, такую дорогую краску, есть смысл оставить профессионалам и для домашнего использования заказать что-то попроще, но имейте в виду, что, скорее всего, краситель недорогой, будет очень сильно тинты вставлять на коже, и брови будут очень четкие. А наша задача сделать с вами классные брови, но естественные. И даже если у нас оттинтуется где-то краска, то только в тех местах, где нам это нужно, где этот оттеночек на коже будет выполнять тоже корректирующую функцию. Начнем не с краски, начнем с формы. Я возьму кисточку тоненькую для подводки и возьму белый конкрет. Белый конкрет для того, чтобы показать вам, как сделать схему, по которой мы будем работать, чтобы вам было хорошо видно. Это можно делать консилером, но белым получаются очень контрастные линии и становится очень хорошо видно. Первое, что необходимо сделать, это зачесать брови наверх. Велик шанс кривых бровей на выходе, поэтому очень важно зачесывать брови, причем зачесывать их часто. Первое, что мы сделаем, это выделим центр, потому что мы будем строить брови от центра, и нам очень важно понимать, он где. Смотрите, вы можете как сделать? Эту кисточку тоненько положить прямо на центр носика и сделать так. Вот он, ваш центр. Можно сделать чуть-чуть подлиннее эту линию, просто чтобы она была более заметна. От центра мы будем определять основание бровей, где бровь должна начинаться. И вот центр нам зависит для чего? Для того, чтобы мы на него ориентировались. Мы по центру будем понимать, у нас брови симметричные получаются или нет, потому что расстояние основания до центра должно быть одинаковое с каждой стороны. А что делаем? Прикладываем на крыло носа кисточку, не сюда, вот на крыло прям положите, вот так вот ее немножко спускаем и прижимаем. Жух! Вот получилась у нас еще одна засечка, которая будет для нас помощником и трафаретиком. И теперь с другой стороны. Жух! Итак, засечки по основанию мы поставили. Еще наберу немножко анкритика белого и определим, где у нас бровь будет заканчиваться. Через крыло носа, вот так, и глазик, внешний уголок глаза. Проводим такую же линию и точно такую же ставим засечку. Удлиним чуть-чуть. Здесь бровь у нас будет заканчиваться. И теперь определим, где у нас должна быть вот эта наивысшая точка. Точно так же, через крыло носа, смотрите, проводим линию, которая лежит у нас на радужке глаза. Радужка это вот это то, что цвет. Между зрачком и краем радужки вот сюда положите кисточку и смотрите на себя, ну типа супер ровно. Чик! Так, здесь будет наивысшая точка. И здесь. Теперь, важное, чуть-чуть причешем брови. И определим, на какой плоскости они будут лежать. Где у нас нижняя граница, где верхняя граница, которую мы заполним краской. И вот смотрите, что интересно в моем лице. У меня, как и у всех, брови чуть-чуть асимметричные, глаза тоже асимметричные, поэтому я буду ориентироваться на ту бровь, которая в основании ниже. Это вот это. То есть здесь основание ниже, чем здесь. Причем прилично так ниже. Я буду проводить вот эту границу вот прям под волоски, да? То есть прям вплотную к основанию. Почему я ориентируюсь на эту бровь? Потому что она, в принципе, ниже. Соответственно, ниже этой линии мы опускаться не будем. Но при этом мы не будем ее и поднимать. Наша задача будет как бы обе брови подстроить друг по другу и найти золотую серединку. Вот мы берем эту границу за границу абсолют, потому что ниже этой спускаться нельзя. То же самое проводим с другой стороны. И здесь, получается, мы уже от естественной нижней границы немножко отступаем, чтобы вот эта схема получилась симметричной. Видите, здесь где-то, наверное, полтора миллиметра остается от естественной границы. Мы это заполним красителем. Далее, верхняя граница. Эта бровь выше у основания, соответственно, здесь верхняя граница тоже выше. Соответственно, мы ее берем за абсолют, потому что выше подниматься уже нельзя. И здесь проводим верхнюю границу так же вот прям под волоски. Вот прям вплотную. А здесь наоборот. Здесь мы немного отступаем, чтобы сделать симметричный рисунок. И теперь с этой границы у нас будет как раз-таки где-то миллиметра тоже полтора. Может быть, миллиметр. Пустого пространства, которое мы будем заполнять краской. Соединяем достаточно мягким изгибом вот с этой вот точечкой, да, чтобы мы пришли сюда. Чуть-чуть сужаем таким образом брови. То есть мы хоп и ведем. И вот здесь вот я очень рекомендую не пользоваться какими-то сложными расчетами, подсчетами. Потому что это совершенно не нужно. Здесь нужно учитывать ваш естественный изгиб. Потому что ваш естественный изгиб в данном случае будет лучше всего. Как его распознать? Вы приподнимаете брови немножко наверх. Удивляетесь тому, какая вы классная. Вы увидите, как бровь естественным образом загнется. Вот ее и обрисовываем. Ну вот такую форму мы уже с вами можем заполнять красителем. Я возьму краски с горошинку. К каждому красителю идет подробнейшая инструкция по применению. Если вы ее прочитаете, то вы безусловно справитесь. Потому что правила просты. Где-то это 1 к 5, где-то 50 на 50. В зависимости от того, какой оксид. Я уже как-то привыкла все это делать на глаз. Очень хорошо перемешать необходимо. Набираю краситель. Это кисточка синтетическая, скошенная. И смотрите, я начинаю наносить строго с хвостика. Заполняя брови красителем очень четко. То есть не размазываю, а вот как будто бы я макияж делаю. Вы можете сначала укладывать краску достаточно тонко. Чтобы убедиться в том, что полностью краска плотно прилегает к коже. И все волоски охвачены. Начинаем с хвостиков, чтобы они у нас были чуть-чуть потемнее. То есть мы выполним такую двойную коррекцию. Помимо того, что скорректируем форму, мы еще и чуть-чуть как бы раздвинем центр лица. Сделаем брови такими более комплементарными лицу. И вот вторым слоем я ношу уже красителя побольше. Продвигаюсь к основанию. Очень важно убедитесь, что краска не лежит у вас на верхушке волосков, а именно внутри. Заполняем прям полностью. Оттенок, который я использую, называется светло-коричневый, light brown. Мне в целом его обычно более чем достаточно. В тех местах, где я хочу, чтобы краска была чуть-чуть поярче, ну цвет броветочный. Я наношу просто чуть-чуть побольше и держу подольше. Чуть-чуть подровняю контур. Прям вот по линии конкрита. Он в этом плане очень хороший, поможет, потому что хороший барьер. И прям вот всю-всю-всю краску укладывайте, пускай ее побольше будет. Ну что, сидим. Все по ситуации. Минут так пять сидим, может, чуть побольше. Периодически поглядывайте на свои брови. То есть не начинайте делать что-то, что может вас очень сильно увлечь. Если вы начнете читать какую-нибудь книгу, которая полностью вас несет в сюжет, есть вероятность, что вы просто забудете о том, что у вас краска на бровях, потому что она никак не ощущается. И поэтому я обычно не начинаю делать ничего важного в этот момент. И все время держу зеркало перед собой, чтобы можно было на себя периодически поглядывать. Так, все, у нас есть пять минут. Так, пять минуточек у нас прошло. Внешний видок становится странным. А это верный признак того, что пора проверить основание. Ватная палочка берем и чуть-чуть подстираем краску по основанию. Вот видим, что она там немножечко нам уже оттинтовала кожу, поэтому мы чуть-чуть краситель от основания убираем. Примерно на пять миллиметров вот так сдвигаем краситель и оставляем еще чуть-чуть поработать краски. Мы ее здесь полностью не удаляем, мы просто убрали основную массу. Так у нас получится градиент. Брови будут от более светлых, переходить в более темные. Таким образом, все черты лица немножко приподнимутся в тонус. Центр лица немножко раздвинется и получится эффект вот такой. А этот эффект нам что дает? Он нам дает фотогеничность, когда вот это визуально все подтягивается за счет бровей вот в этом градиенте. И все, личико становится моложе, ухоженнее. И придумайте какое-нибудь еще слово. Третье я не придумала. Вот здесь кисточкой как бы немножко растушуйте краситель, чтобы он мягко начинался, чтобы не было вот такого, знаете, кусок стерли, и прям четкая граница образуется. Все должно быть мягко, чтобы получился градиент. Ждем еще, наверное, пять минут, но вы всегда смотрите на свои брови по ситуации. И вот если я вижу чуть-чуть много красителя на хвостике, я его так сразу и удалю. Итак, брови наши еще потемнели. Давайте еще немножко отодвинем основание. Вот смотрите, что я сделаю. Я немного верну краску в те места, где мне хватает естественных бровей. Вот сюда в основание, в нижней границе, и, соответственно, здесь по верхней. Еще ждем. Пока ждем, можем вот эту границу уже стереть достаточно так хорошо. Чисто границу с кожей. Чтобы точно убедиться, что здесь уже нет красителя, и он не продолжает красить, и не рисует нам здесь четкую вот такую границу. Ждемся. И так, прилично так у нас уже потемневшие брови. Продолжаем их немножечко отодвигать. Так посильнее можно. Смотрим, что там. Я удалю краску практически полностью, оставлю ее только на хвостиках. Буквально еще на две минутки. Мистер Кот, ты почему такой хорошенький там сидишь? Высыпаешь. Нет ничего прекраснее сонного мистера Кота. Ну что? Ну что? Сейчас брови у меня будут, мистер Кот, такие же красивые, как у тебя. Тебе, по-моему, все равно. Что за покер фейс? Ну, давайте-ка смывать и смотреть, что мы там за красоту с вами натворили. Я влажной салфеткой это сделаю. Вы можете использовать ватные диски и воду. И, наверное, это даже будет самый лучший вообще вариант. Потому что так вы точно смоете супер круто и хорошо. Вот эту тоже нашу серединку смываем, причесываем. И смотрим, что у нас получилось. У нас получилось вообще-то, кстати, офигенно. Мы молодцы. Если вы вдруг увидите, что у вас не прокрасился какой-то участок, вы можете разбавить немножко краски. Например, еще раз нанести на те зоны, которые вы корректировали. У нас классно все прокрасилось. Я возьму консилер. Диорчика у меня. Forever Skin Correct. Очень мне нравится. И чуть-чуть подкорректирую форму синтетической кисточкой. Что мы делаем? Мы как будто бы дублируем ту светлую линию, только уже консилером. И растушевываем ее. И по верхней границе. Диор. Даже там, где нет волосков, кожа немножко оттентовалась. Даже те волоски, которые были таким пушочком, они тоже чуть-чуть прокрасились. Можно здесь немного добавить макияжа. То есть добавить чуть-чуть прорисованных волосков, чтобы было прям совсем идеально. Я возьму конкрет-топ. Прям чуть-чуть его кисточку. Такую же плоскую, скошенную. Набираю. И очень легко пробегаюсь только в тех местах, где вот прям совсем у меня есть пробелы. И причешем. Вуаля! Наша с вами броу-история подошла к своему прекрасному логическому завершению. Попробуйте обязательно сделать себе самостоятельно брови дома. Но, пожалуйста, вот строго по инструкции. По инструкции, которая указана к красителю. И по инструкции моей о том, как сделать правильную форму. И о том, как правильно потом во время окрашивания с этой формой работать. Это очень важно, потому что тогда у вас брови получатся максимально естественные, мягкие. Хорошие брови, еще раз повторюсь, делать лицо ухоженным. Делать лицо худее, подтянутее. И выбирайте краситель посветлее. Лучше вы поддержите его подольше. Но у вас будет возможность контролировать цвет. Не берите слишком темные оттенки. Я блонде и беру светло-торичневый, естественно. Спасибо большое за внимание. Пишите в комментариях, что еще, какие темы хотите вот из таких фундаментальных. Вдруг у вас какие-то сложности с макияжем и непонятки. Потому что идеи макияжа я вам набрасываю достаточно много. Влог, видео, как успеваю, так снимаю. А вот с такими важными, остополагающими вопросами давно мы что-то с вами не разбирались. Так что пишите обязательно. Я все посмотрю, выберу какие-то темы и еще раз сниму. Потому что вот это видео в том числе появилось благодаря тому, что вы у меня его попросили. Так что это работает. И мне на самом деле очень удобно. Потому что я вижу прям конкретный сценарий, что-то, чем мне нужно снять. Спасибо большое за внимание. Будьте красивыми, с шикарными бровями, с оболинами. Используйте это время, чтобы посаморазвиваться, посамоотдохнуть, посамокайфовать. И найти какую-то внутреннюю гармонию с собой. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok